Первые экологические поселения были основаны, хиппи, еще в 60-х годах прошлого столетия. Эти дети цветов уходили подальше из густонаселенных пунктов, чтобы наедине с природой сажать огороды, петь песни, общаться. Но это только одна из версий правды. Экологические деревни это настоящие места силы, где люди со всей земли приезжают, чтобы духовно очиститься и заняться самопознанием. Это самые автономные из всех населенных пунктов на Земле. В наше время экологические деревни это установившиеся сообщества со своим укладом. В них люди стараются все жизненные аспекты, такие как культурные и экономические взаимоотношения, привести в полную гармонию. И таким образом создаются условия для более гармоничного развития личности. Наши города, в особенности мегаполисы, превращаются в места, где не просто сложно жить, а трудно выжить. В них уже сложно найти чистый водоем или зеленый парк, не говоря уже о том воздухе, которым приходится дышать. Многочисленные стрессы, питание современной пищей, напичканной суррогатами, малоподвижный образ жизни, который бывает у работников многочисленных офисов. Все это приводит к появлению множества болезней. Снижается качество жизни и многие устают от такой невозможности изменить что-либо. Современный город живет за счет окружающих его территорий. Он потребляет громадную массу продуктов питания, и выдает в окружающую среду такую же массу отходов. Города в наше время, а вместе с ними и вся цивилизация, потребляет в основном невозобновляемые ресурсы. И может показаться, что ситуация для человека безвыходная. Но это не совсем так. Именно таким просветом, в этом заполненном смогом мире являются экологические деревни, получившие популярность во всем мире. Можно привести пример некоторых экологических поселений, которые являются образцом таких деревень. В конце 60-х годов прошлого столетия на юге Индии было создано поселение Ауравиль. Это поселение можно назвать настоящим городом будущего, на него можно равняться в таких вопросах, как методы экологического строительства, получение энергии от нашего светила и от ветра, использование для нужд дождевой воды, специальные растительные очистные приспособления. Поселение Кристальные воды, которое было основано в далеком 1984 году на Зеленом континенте. Она была создана в регионе, страдающем от нехватки влаги, а стала образцом, как можно создать искусственный оразис, обращая внимание в первую очередь на экологическую сторону дела. У местных жителей даже есть собственная пекарня, а раз в месяц здесь проводятся ни с чем несравнимые ярмарки. Итальянская деревня Даманхур – это высокотехнологическая экологическая деревня, которая уже насчитывает более 600 жителей. Она разделена на массу мелких общин, которые имеют разную специализацию. Одни занимаются обучением, другие развивают солнечную энергетику, третьи обеспечивают лечение членов общин, четвертые успешно развивают органическое фермерство и так далее это только три примера наиболее известных экологических поселений. Сейчас их довольно много разбросано по всему миру. Поэтому появилась необходимость в создании организаций, которые объединяли бы такие похожие и такие различные сообщества людей. И такие организации создаются, чтобы все большее число людей смогли войти в число тех, кто живет по тем правилам, которые требуют экологические деревни, поселения будущего. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.